Ребята, всем привет! С вами Александр и сегодня мы будем говорить и играть о Jurassic World Alive. У нас грядет очередной просто там умопомрачительный взрыв мозг обновления, которое называется Jurassic World 1.5. Там просто невообразимое количество, короче, изменений. Я сейчас коротко вам попытаюсь немножко рассказать, я еще их сам не все понял, их просто реально много. И тут нужно, наверное, целый час рассказывать о том, чтобы рассказать все, что будет изменено. Ну, в общем-то, первое, что у нас появится, это, наверное, ну, начнем вот с Диморфодона, да, у нас такая вот здесь прекрасная картинка. Также у нас появятся новые гибриды, об этом мы еще детальнее поговорим. Кстати, вот новое распределение, в общем, динозавров и наград по аренам. Вот смотрим там, арена, да, Fallen Kingdom, эксклюзивные существа, три штуки, и существа, которые попадаются в инкубаторах. И вот недавно, и, короче, гибриды, да, самые последние. В общем, такая вот табличка, можете себе ее сохранять, и будете знать, что, где, да, почем. И самое, наверное, интересное, вот стали уже известны все гибриды. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь новых гибридов. А, кстати, не только гибриды, три уникальных, три уникальных, два легендарных. Это появляется у нас редкий гибрид, у нас вроде бы не было редких гибридов. Короче, давайте сейчас на это все дело, вот так вот, подетальнее посмотрим. Так, что у нас появляется первым? Это, пиролиз. Пиролиз. Литронокс, пиролит. Пиролит или пиролиз. В общем-то, ну, что это я так, что это мне, пирораптор какой-то, короче. Пиролиз. От слова пурос, пурусзавр, по-нашему это звучит. Или тронокс, то есть, пур, пурлит, пурлит, пуролит какой-то. Пуролит, знаете, созвучно с чем? Капролит, да, окаменелые какашки. Вот появится что-то интересное, такое, ну, по идее, вот, скресить этих двух существ должно появиться, знаете, что? Спинозавр должен появиться. Ну, ладно, ирритатор какой-то, то есть, такая морда, как у крокодила, более вытянутая, да, и вот он более стройный какой-то. Реально, какой-то спинозаврит должен получиться. Пуролит, не знаю, как на русском оно будет. Дальше. Диморфодон, у нас он только появится, да, сейчас мы там вернемся, кто у нас появится. Диморфодон и тупандактиус. Скрещиваем и получаем димодактилус. Типа, надо было тут букву Е написать, и был бы демондактилус, короче, ребята. Ну, а вообще, похож на тупуксуару, блин, подождите, тапиелозавра, точно. Стопудово похож на тапиелозавра из Jurassic World The Game. А еще похож на этих существ, летающих из фильма, первого фильма про лидики. Черной дырали, как так назывался. Так, идем дальше. Три Царатовс Джен-2, обыкновенный Три Царатовс. Ух ты, е-мое, да. Вот гибриды среди обыкновенных меня просто ввергают в ужас, потому что по 500 генов. Какой по 500? Для легендарного по 2 косаря генов, да? По 2 косаря надо. По-моему, по 2. Для легендарного. Да, для того же Индоминуса, по-моему, 2 косаря генов нужно в Велоцираптор. Это просто нереальное количество их наловить. Дракорекс Джен-2 и Три Царатовс Джен-2. Я-то думал, что мне уже тут осталось не так уж много создать, ну, хотя бы по первого уровня, ну, 20-го, там, всех легендарных, либо уникальных, там, хотя бы, ну, в самом начале создать. И тут на тебе еще десяток, короче, динозавров. Притом и легендарные гибриды, и уникальные, короче, это еще, это бесконечная игра, да? Так, это у нас Дракоцератопс. Ну, должно быть интересно, Дракоцератопс. Ну, у нас уже есть что-то похожее, да? Дальше идем. Тиранозавр Джен-2. Я так и знал, что вот этих рексов надо не проходить мимо, а ловить. У меня, конечно, они наловлены, но не так уж много. Да, Иди Лафазавр Джен-2. И получается Тирана-Лафазавр. Так, дальше. Тенентозавр, которых у меня точно знаю, что мало. У меня их, наверное, меньше всего, Тенентозавров. И берем... Это у нас суп... Это уникальное существо. Берем, то есть, нового гибрида Тирана-Лафазавра и Тенентозавр. И получается Тенентарекс. Это просто имба. Так, дальше уникальный... Легендарный Аласинозавр плюс Тарбозавр. Получается... Тородолозавр. Торадолозавр. А че Торадо, че не Тарбо? Ну, такое... Тарболозавр назвали бы его. А то получился Торадолозавр какой-то. И дальше Гриппозух плюс новый редкий гибрид Пиропуролит. И получается Грипполит. Вот такие вот, короче, существа у нас, ребятки, грядут. Так, что у нас еще здесь есть? Так, крутим вверх. Это у нас официальная группа в Джурасик Волд в Фейсбуке. Да, ну типа ждите обновления, все дела. Ждите обновления. Так, идем дальше. Вот как бы еще есть, типа, расшифровка по этому обновлению. На том же самом Фейсбуке. Тут много чего перерабатывается. Просто, ну, даже как-то бессмысленно об этом всем говорить. Давайте лучше перейдем вот в русскоязычную группу по Джурасик Волде Лаев. Там более все детально расписано. Ну, будет добавлен Диморфодон. Давайте сейчас кратко. Кроме Диморфодона еще Рамфарингис Кафагнат. Ожидается списка птерозавров, да. Так, дальше, кстати, красивые обои можете зайти и скачать. Идем дальше. Это нас не интересует, не интересует. Так, вот, картиночки, кстати, вот появились, да, по поводу новых Димосов. Диморфодон, Дарвиноптер появится. Но тут он выглядит как Скафагнат. У нас в Джурасик Волде Зе Гейм Дарвиноптер такое более крутое существо. Дальше идет Диплодок. Да, кстати, у нас не было же Диплодока. И Миража. Кстати, насчет Миражей. Миражей я вот знаю, где я ее заметил. Вот, ребятки, вот, вот где она. Давай, иди сюда. Вот, блин, ну, ну, что ты будешь делать? Блин, ну, не хочет, короче, этот идиотский этот. В общем-то, вот, на первой арене будет доступна Миража. Это что-то подобное на Кентрозавра, кстати. Может, давайте, вообще, быстренько разглянем. Может, еще где-то здесь. Ну, вот, это новый Гибрид. Он здесь черненький. Ну, это уникальное, легендарное, я вам всем показал. А из обычных. Вот, а где, допустим, Диплодок. Тот же Диплодок. Где он у нас появится? Диплодок. Вот так вот выглядит его шея вверх. Давайте попробуем здесь найти его. Так, так, так. Ну, короче, что-то я не нашел. Так, быстро пробежал со взглядом. Не нашел его. Ну, ладно, может, он еще, короче, где-то появится. Вот такие вот дела, ребятки. Давайте идем дальше. Ну, вот эти все превьюхи наших новых гибридов. Так. Ну, да, Диморфодон плюс Тупандактиль. А теперь легендарный гибрид, да. А, Дракоцератопс. Хоть вот тут на русском названии уже есть. Тупандактиль. Дракоцератопс. Тиранолафазавр. Тиранолафазавр. Дальше. Тененторекс. Ну, с этим было все понятно. Вот. Тородалазавр, да, я так-так и прочитал. Пуролит. Тоже, кстати, ребята, я все правильно таки... В итоге правильно прочитал. Короче, с десятой попытки, но правильно прочитал. Гриполит. Так. Новое распределение динозавров на арене. Так. И число трофеев. Ну, вот это мы уже смотрели. Вот. По поводу альянс и союзы будут введены. Теперь игроки могут создавать альянс и присоединяться к существующим альянсам. Отличный способ общаться с другими членами группы. То есть это какие-то, блин, и чаты в альянсах будут. Посмотрим. То есть это будет как, ну, в легендах Дракономании. Какой-то будет, в общем-то, клан. Аналог клана. То есть, по идее, ребятки, ну, значит, нам надо будет... Мне надо будет создавать клан. А вам нужно будет в нем поучаствовать. Так. Новое исследование. Иритатор. Теперь обновление. Просто тьма. Обновление в турнирах. Скоро новые баны, да. И вот миллиард изменений по балансам. Будут введены новые удары. Вот адреналин пульс, адреналин серж, регенерейшн. Там некоторые удары будут заменены. Вот, короче, новые способности, ребятки. Ну, вот это. Вот эти вот какие-то более новые способности. Армор пирсинг, каунтер, сквозь броню, одинарный урон. После получения авторесивинга. После того, как ты выжил. Физической атаки, короче, какой-то такой удар будет. Типа аналог контратаки. Это и те существа, которым он будет присвоен. Дальше. 50% щита на один ход. И разрушает щит оппонента. Таких ударов у нас не было, да. И одинарный... В общем-то, короче, жесть какая-то. Ну, вот каким существам, какие удары там применяются, изменяются. Так, что там идем дальше. Ну, изменение по динозаврам коснется очень многих динозавров. Такое, такое, все. Кстати, птеродактиль, птеронодон станет самым быстрым. Вот картиночка после того, как... После обновления ему дадут скорость 127. У него сейчас скорость 112. Так. Будет увеличена атака Индоминуса до 1270. Это будет... Ну, это базового. 15-го уровня, так понимаю, или 20-го. Не, 15-го. Так, легендарных существ. Соответственно, Ютазина Раппер станет быстрее. Станет 127. У него помощь сейчас 126. Да. Пастиметродон заменят выброс адреналина на регенерацию. Так. Бронебойный удар с ТГД заменят и увеличат здоровье. Так, бронебойный заменят на что? Вот это интересно, да. Атака Тиранозавра становится 1800. Здоровье 4350. А было 1700 на 4200. Так, 1700 на 4200, да. Ну, давайте посмотрим, что у меня сейчас тут с Тиранозавром. Так, и колесико... А, и колесико крутил. Колесико крутишь, куда-то заходишь. Что у меня сейчас по Тирексу? У меня сейчас... А, это максимальный на 30-ом уровне будет, да. То есть, 1700 на что-то там. На 1800 на 4300. Ну, я до этого еще не дожил. Да. Ну, вот эти комбинахи. Это я вам уже показал. Это вы уже видели. Так, и расписание с 12-го ноября. Но это мы уже все прошли. Так, ну что, ребятки. Вот, короче, такие у нас мега супер-пупер обновления. Да. Давайте тогда мы сейчас заглянем на башню. У нас здесь есть лютые противники. Так, кстати. Вот так делаем. Вот так. Ах ты ж, е-мое. И вот так. Теперь, надеюсь, слышно уже и музыку. И что? У нас здесь, ребятки, мега супер-пупер крутое, короче, дело. Но, к сожалению, у нас всего лишь одна попытка. Нам нужно победить 30-го. Победить 30-го Раптора. Естественно, он самый быстрый. Никто с ним не потягается. И... В общем-то, и... Ну, этот у нас, как там тебя, Арнитомим. Он тоже шустрый. У него скорость 131. Блин, это два самых шустрых существа. О, блин, у него еще и снижение урона есть. Ну, неизвестно, кто у них будет первым. Так что, в принципе, я предлагаю... Нам предлагают взять броников. Те, у кого есть замедление. И прочее лабуда. Но у меня есть вот броники. Ну, это ж не знаю, кого, конечно, брать сюда. Кстати, здесь может как-то вот неплохо зайти вот этот парнишка. Так. Броник, броник, броник. И, кстати, вот так вот хочу взять. Вот, раз, два, три. Ну, тебя, что ли, взять. У него сразу есть, конечно, опережающий удар. Ну, давайте пойдем вот так. Начну я с броника. У него есть опережающее замедление. Ну, точнее, опережающее снижение урона на 90%. Это как раз будет то, что надо против Раптора. Не знаю, наваляет, нет. Ну, жаль, что всего лишь одна попытка, короче, на этом. Появился вот этот гадоныш. Так, ну, он как бы не особо страшен. Хотя, кто его знает на 30-м уровне. Так, это его был снижен урон у него уже был, да? Офигеть, он раздал. Так, ну, мы сейчас этого парнишку замедлим. Это хорошо. Неужели мы еще его и завалить сможем? Так, ну, он сейчас там нас попытается на скоком пробить, конечно. А мы его тут вот так вот... Опа! Да, контратака ничтожно маленькая, конечно. Давай теперь вот так. Так. Так, теперь он стал шустрее. И это плохо. Давайте подменяемся на Алан Келозавра. Он ставит щит. Как раз, отлично. Наскок нам будет по барабану, но он еще раз проатакует нас. Так, это у нас что? Да, в принципе, вот так вот. Больно, конечно, но не смертельно. Как? Есть, блин, ну и двойной же-то урон был. Да я уже не выживу, блин. Это я просчитался, ребята. Так, ну, этого мы победили. Ну, потому что он нас не пробьет с первого удара, а второй не переживет. Отлично. Так, я так, правда, не посчитал, какой именно щит у нас. Вообще-то его заменил. Надо было бы обидеться. Так, ну, неплохо. Ай, чё, а то он не воспринимчен к этому, чё-то, забыл про это. А вообще-то я хотел взять еще спинатазуха. Вот и все, ребятки. Ну, в общем, довольно все по плану прошло. Хотел, правда, спинатазуха взять. Вот с этим парнишем он бы как раз отлично разобавился. Там нужно было всего лишь один раз зацепить когтем, и из-за треххода динозавр бы сдох. Это да. Ну, просто он не выдерживал бы первого удара от Вивоцераптора, потому его не взял первым. Ух ты, нам насыпали так. Ну, теперь мне понадобится просто дикое количество всяких генов, которые раньше я особо не собирал. А теперь придется собирать все. Ну, и Птеранодон у нас станет очень быстрым и шустрым. И это хорошо, короче, ребята. Давайте глянем на нашего Птеранодона. Аланка какая-то. Так, а где Птеранодон? Неужели он у меня... Вот Птеранодон. Да, наш... Лети, птичка! Ну, и да, скорость 112. Вот такие вот показатели. В общем-то, вы поняли. Ждем обновления. Оно много всего изменит. А на этом я с вами прощаюсь. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok